Как-то мне понадобилось демонтировать шестерню с двигателя шуруповерта. Это, конечно же, не двигатель от шуруповерта, это моторчик от принтера, шаговый моторчик, классный, берегу. В общем, сложность в чем? Если начать подковыривать всякими отвертками и грубым инструментом, это все приводит к изгибанию вала и порте шестерни. Нет, технологично. И такие грубые способы могут просто уничтожить этот самый двигатель. Нафиг он нужен, если тут все будет биение, ну, шестерня, то такое же, ладно. А двигатель жалко. В общем, будем изготавливать инструмент, который будет справляться со столь серьезной задачей. И имеется в наличии вот такой вот болт. Я не знаю, что это такое, от чего он был. Я думаю, в автомобильных магазинах или у детков на базарах, на барахолках, можно найти нечто подобное. В общем, вот такая штука. Сейчас мы просверлим. Не, вы знаете, понимаю людей, которые не могут жить без токарного станка. Я сам таким стал. Да, станочек у меня убитый, жизнью потрепанный. Но без него я уже свою деятельность, так сказать, не представляю. Просто незаменимая вещь, незаменимая. Так, в общем, сверлим 2 мм. Сразу же, не отходя от кассы, торцанем вот эту вот плоскость. Перевернув заготовку и сейчас рассверлю до 5 мм. Далее понадобится метчик М6. Метчик машинный. Насколько я понимаю, отличить машинный метчик от ручного можно по длине. Машинные метчики, они имеют длинный хвостовик. Мне почему-то ими гораздо больше нравится нарезать резьбу. Не знаю почему, но резьба получается получше, качественней. Но я могу ошибаться. Знатоки обязательно пишите. Кроме указанного выше, зажал болт под шестигранный ключ. Сейчас торцану и просверлю отверстие также. Ну и сверлим. Здесь главное не спешить. Сверло 1,8 мм. Есть риск его поломки. Подумаю выковыривать. Зачем это нужно? Лучше по чуть-чуть, не спеша, уверенными шагами. Лютые тиски. Зажимаем. Припоя кусочек. И ортофосфорной кислоты. Классная вещь. Паяет все. Если бы еще алюминий паяло, вообще было бы шикарно. Но, к сожалению, сколько я пробовал, не паяет. Разогреваю мини-горелкой. Далее понадобится отрезок хвостовика сверла. Металл подкаленный, как раз то, что нужно. Вот такая вот деталь. Раз. И вот такая вот деталь. Двас. Это я накрутил на болт, дабы было поудобнее. Немного полирнем для красоты. Честно признаться, я не очень люблю эту затею, ибо все в этой пасты, пасте Гои. Это ужас какой-то. Но без пасты Гои дела не будет. И есть такое дело. Немного протрем. Здесь мой ОЗК противовирусный. Я его не ношу. Ибо страшно дело. Ну, в общем, не получилось. Шил-шил, а оно такое страшилище вышло. Ну, первая маска все-таки моя. Не судите строго. Вон. Давайте затестим. Продеваем. Поджимаем. Схватимся ключом. Для удобства. Ну, и выворачиваем наш болт. Вот, собственно, и все. Целая, целехонькая. Неповрежденная. В обязательном порядке чертите свои комментарии и оставляйте свое мнение. Также делитесь опытом, как вы снимаете эти самые шестеренки. Жму руку. Пока. И как я без него раньше жил, ума не приложу. Ну, теперь жизнь будет гораздо лучше. Насыщеннее. Субтитры сделал DimaTorzok